Есть вот на полочке между орешками в спаре семечки сырые, которыми можно накормить птичек на окне или в парке, чем мы сегодня и займемся. Всего за 100 рублей получим максимальное удовольствие. Ворона, я по твою душу пришла покормить тебя. Будешь семечки или сальце? Будешь? Конечно будет, особенно сальце, да еще и друзей позовет. Зрители, привет, что-то у меня с Эпиеном вообще не порядок, не могу зайти в инстаграм вообще, от слова совсем. Но сегодня я вам расскажу, как классно потратить 100 рублей. Всего 100 рублей получить максимальное удовольствие. Вам нужно купить всего лишь упаковочку семечек, отправиться в какой-нибудь ближайший парк и покормить птичек. У нас в парке огромное количество сорок, ворон, синичек, у нас есть даже сова. Очень много белок, кстати, в этом году, потому что... О, а за мной теперь летят вороны, которых я до этого накормила, я сейчас покажу. Мне кажется, что я сейчас покормлю, в общем, парочку ворон-сорок, и за мной будет просто целая стая, я вам говорю. Они меня уже преследуют. На! На-на-на-на-на-на! Приманиваем пернатых, чем больше, тем лучше, потому что синички, которых мы хотим накормить, увидят, что птицы другие лакомятся, а когда кушают вороны-сороки, то вряд ли какие-то маленькие птички подлетят, поэтому мы их накормим отдельно, а засыплем в кормушку, например, семечки. Я покажу, какие у нас в парке кормушки. В общем, пойдемте все посмотрим, у нас их несколько. Меня будет преследовать рой. Западно, что теперь вороны меня будут преследовать по всему парку. Это, с одной стороны, круто и прикольно. Вот у меня помимо семечки есть еще и вот такое сало с мясом даже. Поэтому идем искать кормушки. Пойдем искать кормушки. Птичкам таким, как сороки, вороны, синички полезно. Сало, мясо. Чем больше белка, тем больше возможности выжить. О, наконец-то вижу кормушку. Пойдемте к ней. Я помню, в прошлом году я закидывала туда семечки, и буквально через просто пару секунд прилетели синички. Очень умнейшие птицы. Просто потрясающие. Все, теперь я фея леса. Вот повесили вот такой красивый прям в центре парка. Обалденно. Здесь, кстати, семена есть, хлебушки есть. Синичей хлебушком лучше не кормить. Семена можно. Вот, добавила туда семечек, и сейчас добавлю туда сальце. Какая-то синичка большая. Опа, опа. С кому не сделала. Все уже не боится близко подлетать. Будешь кушать? Тебе сальце? Ты мне что-то принесла, что ли? Семечки. Красота. Блин, для кого это вообще все? Просто хлеб какой-то серый. Вообще серым черным хлебом кормить нельзя. Блин, а шишка. Блин, может, белки спрятали. Так, синичек тут нормально. Насыпаем на камушек вот семечек. Да вот к той кормушке, чем примечательно вообще это место. Здесь, не знаю, в этом году был или не был, но в прошлом году ежедневно в течение зимы приходил фотограф, стоял здесь возле этих кормушек. Естественно, видимо, что-то насыпал. Он стоял возле этих кормушек с фотоаппаратом где-то по полчаса, просто не шевеляясь, и фотографировал синичек. Ну и еще одна вот такая вот самодельная кормушечка. Вот эта кормушка. Вообще не знаю, для кого ее вороны перевернут. Ну, вот там, может, для голубей. Это точно для синичек. Сейчас сначала приманим голубей, чтобы синички знали, что здесь есть еда, и попробуем снять хоть одну синичку. Гули-гули-гули-гули. Такая у бежурочка подошла идеально. У нас уже тут контролят. А мне, типа... И мне удалось в самом конце снять синичку. Смотрите, совершенно другой кормушки, в которую я не успела положить на семечек, ни сал. Кстати, там были насыпаны семечки, ну вот хотя бы увидеть.